Всем привет! Продолжаю отвечать на комментарии. Для начала давайте зачитаем еще один следующий комментарий, который был уже давным-давно записан, да? Три года назад. Значит, это к видео многоточие-пятиточие. Вы переводите на какой язык? На русский, так что будьте добры и получите правильную пунктуацию. Ничего там не мелко. Пятиточие и прочую фигню, типа вот такое, язык такого. Сижу только безграмотные люди. Так, тихо, Танечка, тихо. Я за это пинала и буду пинать своих редакторов. Касательно коммента ниже, хочу добавить, что манго подразумевает рассказы через изображение, то есть эмоции персонажа. И так видны. Изображение, вот инструмент. Техо вообще не главное. Еще бесят, когда суют ненужные обороты, прилагательные, подобные, которых в оригинале вообще нет. Так, сейчас отвечу на вот этот вот. Смотрите, вот по поводу того, что когда добавляют ненужные прилагательные, которые в оригинале нет, это да, это я согласна. Меня тут уже выбеживает частенько. С другой стороны, опять-таки, это же свободный перевод, да. Люди делают это не как профессию, да, а просто как хобби. И как захотел, так и перевел. Есть еще куча вариантов, допустим, как-то более смешно, допустим, что-то перевести. Вспомнились то же самое, как периоды фильмов Гоблина. Они же тоже, по идее, не особо так, как сказать, не особо правильно, оригинально, так сказать, не по оригиналу переведены были. Но при этом все равно имели успех. В то же время и вот эти вот, когда добавляешь свои, ну, когда переводчики в манге пытаются добавить какие-то свои, какие-то прилагательные, там, там, та же самая Бугагашенька, допустим, этого Анкорда, знаменитая, да. То есть они как бы немножко привносят немножко себя, частичку себя в этот самый перевод. Если у них это хорошо получается, то это выглядит очень классно. Так, он говорит, что нет, не записывать больше видео. Так, а по поводу всего остального, смотрите, русский язык это такая штука, вообще не только русский язык, вообще все языки, в том числе та самая, не только сама речь, но и правила пунктуации и так далее, правила тераграмматики и так далее, они изменчивы. Это как живой организм, то есть мы люди, мы живые организмы, мы разговариваем, мы изменяем нашу речь, мы добавляем новые слова в нашу речь. И в том же время мы можем также добавлять новые знаки припинания в нашу речь, в наше написание, в нашу грамматику. Допустим, еще буквально лет сто... Не хочет, чтобы я разговаривала. Сейчас тоже буду спать указать буду. Короче, смотрите, еще лет сто, там, сто пятьдесят назад это самое, если бы поставили бы русский знак в своем письме, это было бы очень некультурно и... Нет, некультурно, да? Иди ко мне на ручки, ах, ему не нравится. Короче, если бы лет сто назад написали бы восхитный знак в письме, это было расценивалось как какой-нибудь типа лол или что-то там дущее. А теперь мы тут восхитные знаки... Не хочешь, чтобы я что-то говорила, да? Записывала. Ну, ты маленький мой. Не маленький. Не маленький, ты большой. Да, большой. Да, большой, скажем он. Короче, раньше это было неприличным считалось, если ставить восхитный знак в письме. Даже после обычной речи, когда это, ну, в переписке какой-нибудь простой, восхитный знак, это было бы что-то типа лол, чувак, ты даешь, да? То есть так никто не переписывался. А сейчас, восхитные знаки, они повсюду и вошли в обиход очень хорошо. Было еще несколько знаков, которые пытались как-то внедриться в этот самый, в язык. Ну, не только в русский, вообще коф, по-моему, там, во все языки. Некоторые прошли, некоторые не прошли. И, допустим, эти, как они называются-то, давайте сейчас не буду привирать, сейчас посмотрю получше в это самое в Википедии и скажу, как она точно называется, и потом расскажу. Короче, и то же самое может касаться и, ой, там оса. Это оса летает там. Ребенок осу, увидел. И это может касаться также и японских. Короче, не могу я. Нет, короче, да? Ну, почему? Я хочу видео записать. Ты весьма умеешь. Нет? Посмотри в камеру. Скажи халю. Привет. Вот, сразу же заулыбался, да? А если ты будешь говорить в камеру, нормально будет? Да. Да, давай, говори. Давай, я буду тебе диктовать, а ты будешь повторять за мной. Вот, о японском языке есть такие знаки пропинания, которых в русском языке нету, да? И что нам мешает развить наш язык, развить нашу грамматику, добавив ротик, да? Добавив сюда новый... А, язык, да, мы слагаем слово язык. Да, он знает, что он язык. Что нам мешает добавить в него вот эти вот новые знаки пропинания. То есть, если это будет постоянная практика, да, то... То паша. Да, то это войдёт в правило. То же самое, что и со словом кофе. Кофе... Кофе вообще как бы мужского рода, но с недавних пор его можно говорить горячее кофе. Дайте мне, пожалуйста, горячее кофе. Чёрный кофе. Чёрный я кофе хочу, пожалуйста. Да? То есть, это... Чёрный кофе, да, 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 кофе. Да, да. И, допустим, торт и торты, да, тоже с недавних пор. И тот вариант уже, как считается, правильным. Конечно, есть люди-консерваторы, они будут всегда. Да. Мороженое, красную. Да. Красную. Кого ты хочешь красную? Да, да, мороженое, красную. Мороженое, красную ты скушал? Да. Понятно. Но у нас больше мороженого нет, если что. Ты уже всё съел. Короче, это самое... Язык, это как живой организм. Он тоже может развиваться, тоже может улучшаться. Что-то отбросится со временем, что-то не войдёт в этот обиход. А вот, наоборот, это самое впримется в нашу речь, в нашу грамматику. Так что, если... Но если мы не будем этого использовать, то это точно не произойдёт. Да, так что я призываю, так сказать... Ну, в том видео призывала, что давайте будем... Попытаемся внедрить все данные в инвентацию, в это самое, в мангу. Так, давайте, следующий вопрос. Так, к предыдущему вопросу, это ещё пару слов скажу. Вот нажала я статью, это самое, где там собраны некоторые знаки, которые не прижились в... Ну, не прижились в языке вообще ни в каком. Так, где мышка? Вот, допустим, вот этот вот я знак пыталась назвать, его зовут Интерабанк. Вот. То есть, это и восклицание, и вопрос как в одном... Ну, слитно получается, да. Вот он не прижился. Потом тут ещё есть различные символы. Я эту статью сейчас не буду как-то цитировать в это самое. Я ссылочку оставлю вам в описании под видео. Кому интересно, пускай там тот самый и смотрит, что там такое. Вот. Ещё очень хотел сказать. А, ещё есть знаки припинания по типу скобочки, слэш. Такие вот вещи, они как бы тоже их когда-то ввели в этот самый, в литературу, так сказать, да. И они прижились очень даже хорошо. То есть, если раньше вот эти знаки, они были больше в технической какой-то части, там математика, там техника, ну, короче, больше вот в технической части, какой они там присутствовали. То сейчас вот эти вот знаки, они переходят также и в литературу художественную, обычную, ну, учебную литературу, художественную литературу. И там это тоже встречаются. Ещё есть некоторые знаки, они принимают, у них новые функции принимают они. То есть, допустим, знак двоеточие в немецком языке есть, ну, вот это вот, у них есть сейчас, гендер, как он называется-то, господи, как он называется-то, безгендерный язык, как-то так он называется. Короче, не язык, а я не знаю, как-то, я не помню, как он называется по-немецки, я не знаю, как он будет на русском, вот так вот. Короче, в книжках, особенно в учебной литературе, там, ну, есть обязательство у них такое, что нужно писать название вот этих профессий, там, либо название какой-то групп людей, допустим, ученики, да, их нужно говорить гендер-нейтрально, вот так вот. То есть, допустим, ученики и ученицы, вот так вот можно написать. А чтобы сократить это дело, они пишут так, шулер — это ученик, а шулерин — это ученицы, вот так вот, да. То есть, шулер, потом точка двоеточие, инен, вот так пишут они. То есть, чтобы не писать два слова, так, шулер и шулеринен, они пишут, что шулер двоеточие инен, то есть это как бы и то, и то, что вместе лятое. На самом деле, по-моему, мне так это при несколько неудобно читабельно, особенно, когда вот аудиокнигу пытаешься, ну, как вот, кликаешь книжку, чтобы она прочитала, ну, чтобы тебе Каблина прочитала её, он там, корябочек, звучит, постоянно это самое ухо его дорежет, неприятно слышать. Но, тем не менее, вот получается двоеточие, оно как бы приняло новую функцию вот в этом плане. Вот это и тому, что это самое, что знаки пропинания их, ну, помимо того, что могут в новое вводиться, да, так ещё и новые значения к ним можно приклеивать. Единственное, что ещё хотел сказать, я, по-моему, в одном из видео говорила об этом, то, что новый знак пропинания, скорее всего, не будет, то есть вот эти вот, то, что я там говорила, что там, ну, там, триточие, посетительный знак, там, или пятиточие, ещё что-то такое, это самое, оно, ну, как бы, в вариации, в каком, возможно, внедряться, но какой-то новый знак, по типу вот то, что мы тут вот видим, вот такие вот, да, это, скорее всего, не приживётся, потому что на смену вот этого всего пришли смайлики. И даже в некоторых, вот в переписках, допустим, там, в мейлах, в WhatsApp, да, ну, в мессенджерах, мы, когда пишем предложение, то мы в конце предложения уже, как бы, не ставим точку, ну, как бы вообще, то есть ставить точку, это вообще-то, довольно-таки некрасиво, так сказать, когда в конце предложения ставишь точку уже, вот именно в переписках и в мессенджерах, вот. И в конце предложения люди ставят сейчас смайлики, то есть смайлик, он, как бы, сейчас заменяет уже точку, то есть, помимо, ну, то есть, это может быть не только точка, но ещё можно сказать, это рисательный знак, это может быть, вот эти вот все вот эти вот знаки, которые вот не вошли в этот в обиход, Вот, они все заменились смайликами. Вот, это что касается вот этих вот знаков. Давайте вернемся к комментариям и прочтем следующий вопрос, если я найдем, конечно. Так, вот это следующий вопрос. На самом деле, мне больше нравится вариант восстательный знак, попросительный знак, чем наоборот. Хоть он и не по правилам, он просто визуально лучше выглядит в большинстве шрифтов. Особенно, если у вопросительного знака точка находится совсем слева, а загогулина относительно точки справа, то есть типа с наклоном получается, ну, либо такой шрифт, короче. Тогда вопросительный знак с восстательным знаком воспринимается как единый символ, особенно если текст идет вертикально. Или в облаке у нас кроме вот этого ничего нет. Вообще, я бы подпочтел считать вот это и это двумя разными знаками, которые передают несколько разные оттенки речи. Вот, я тоже с этим согласна, я бы примерно, ну, я бы вот к этому и вела, как будто, что, мол, это как бы разные знаки пропинания. Как бы лучше и то, и то применять, потому что вот здесь сначала ты как бы удивился, потом воскликнул, да, а здесь наоборот, сначала воскликнул, потом как бы удивился. То есть как бы получается, что у тебя, какая первая эмоция возникла, то на первом месте должно как бы стоять. Ну, это так мне, по крайней мере, кажется. Так, секундочку, это что? Батарейка кончается. Вот, с этим я абсолютно согласна, с этим комментарием. Вот, и то, что он визуально выглядит, то, что красивее, то, что вот это вот сначала воскликнул, а потом воскликнул, это тоже самое, ну, я с этим согласна, что это реально визуально так выглядит красивее. Вот, так, ну, опять-таки, не будем забывать, что у нас есть консерваторы, которые всегда будут говорить, ну, да, челка по правилам. Ну, да. Следующее. В дореволюционном алгоритме буквы Ё тоже не было. В копилку причин, почему Ё заменяют на Е. Это к тому, к видео про букву Ё. И к ним, ну, написали. До революции буквы Ё и Ё были, но не самостоятельными, а считались как за варианты Е и И. Честно говоря, я вот это самое, по вот эту дореволюционную грамматику я не изучала, так сказать, досконально, но можно поизучать. Посмотреть, что там об этом пишут. Так, надо будет когда-нибудь записать себе, чтобы это про дореволюционную, что-то самое почитать. Где мой карандашик? Опа, карандашик. Дореволюционная Е и краткую, вот. Вот, это что-то на это можно ответить. Ну, спасибо, что добавили в копилочку. Я обязательно прогуглю, мне это такое интересно. Вот. Следующее. Когда для тайпа в каком-либо шрифте отсутствует буква Ё, я на этой букве Е новым текстовым слоем две точки подставляю. У точек этих надо только размер шрифта скинуть немножко вниз, получается, и смотрится нормально. Да, это самое. Я тоже такое иногда делала, потому что пишешь-пишешь, там, вроде как шрифт идеально подходит к этому моменту, а потом, бац, кликаешь на букву Ё, а там Ё нету. Очень печально. Или, допустим, то же самое в немецком языке есть эти с умляутами, то есть это А умляут, О умляут и У умляут, да, с точками вот такими. Тоже бывает такое, что подошел шрифт отлично, да, к этому, ну, к месту, а у него нету вот этих умляутов, вот. И что можно сделать? Спокойно как-то пьешь под новым слоем и ставишь там две точки. Ставишь так, чтобы они более-менее красиво смотрелись, и все хорошо. Единственное, что когда ты сам начинаешь редактировать текст, надо, ну, не забыть о том, что у тебя точки от этих букв, они как бы отдельно, и их можно будет тоже, ну, сдвинуть в правильное место. То есть либо сразу сгруппировать вот этот облик текстового слоя, либо же это сдвигать как надо. Вот, то есть, допустим, это к чему? Допустим, если у вас есть потом еще корректор, то есть вы сначала затапили этот мангу, да, потом у вас корректор проверяет это на ошибки, он там в каком-то тексте буквку убрал, и получилось так, что буква Йо, она как бы съехала, и корректор этого не заметил, что вот эти точки на буква Йо, они тоже съехали, да, то есть это тоже нужно как бы замечать, то что, ну, если, допустим, вы так делали, да, то есть если вы затапили так, то сделать какое-то примечание для корректора, что, мол, вот в этом месте буква Йо, она не присутствовала в шрифте, и можно ее, нужно будет ее немножко сдвинуть в те точки, чтобы этого, как бы, ошибок таких не было в конечном разгаде. Вот, так, дальше что? Если кому надо, у меня есть Вилфорд с буквой Йо. Что такое Вилфорд? Честно говоря, я не знаю. Так, Ctrl-C, Вилфорд с буквой Йо. Это, видимо, шрифт такой Вилфорд. 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 Вилфорд фильмография. Скорее всего, это шрифт так называется, да? Вилфорд. Вилфорд буквой Йо. Что это означает? Ну-ка, напишем фонд. Вилфорд браш фонд. Есть, да, это шрифт. Handmade style brush. Ага, это вот такой вот шрифт. Вот такой вот шрифт. И у этого человека есть буква Йо. Вот, то есть, это есть коррекция с этим. Короче, вот, это самое. А вот про это я хотела тоже сделать отдельные ролики. Я хотела научить еще, как добавлять новые буквы в файл шрифта. То есть, допустим, у нас в шрифте нету какой-то буквы. Вот это там Йо, допустим, ну, то же самое Йо, допустим, да? Либо там вообще кириллицы нету. То можно залезть в файл шрифта через специальную программку. Я, честно, не помню, как они называются. Там, ну, там несколько разных есть. Вот, через эту программку залезаете и просто-напросто вставляете туда вот нужный символ. То есть, можно, допустим, с буквой Йо копировать буквой Е. Там просто точки там нарисуйте в нужных местах и все. Плюс ко всему надо будет еще там добавить, чтобы кирнинг это самое был такой же, как у буквы Е, потому что она одинаковая с буквой Е. И это самое, он будет действовать как надо, в общем. В общем, это я тоже хотела записать отдельные видяхи про это, но, скорее всего, уже... Хотя, может, запишу когда-нибудь там, ну. Но, опять-таки, это уже будет не... Ну, я уже говорила, что это будет как бы не в качестве, не с примерами на манге, а больше так вот, с своей, ну, как бы, свою собственную... Отдельно от манги с другими примерами каким-нибудь, вот так вот. Запишу я это или нет, хотелось бы, но ничего, я не буду, потому что как пойдет дальше, я не знаю. Сначала давайте отъедем на комментарии до конца. Так, следующий вопрос, сочтение комментарий. Мды, и вот я понял, что в клине я буду полезней, а то в тайпе я почти ноль. Тайп, быстрый курс по тайпу, часть первая из трех. Ну, все мы нулями были в тайпе. Вообще, в любом деле, всегда мы начинаем как бы с нуля, если это что-то, как бы... Короче, в любом деле мы всегда начинаем с нуля, так что тут надо тренировка, тренировка и еще раз тренировка. 30 лайков получилось, человек. Да, то есть он посмотрел. Вот эти вот, смотрите, вот эти быстрый курс по тайпу, да, вот я поэтому и, честно говоря, и не хотела вот такие вот делать видяхи быстрые, да. Я хотела делать по маленьким кусочкам, чтобы потихонечку-потихонечку так вводить человека в курс, но потом что-то там какой-то был комментарий или что-то, не помню, что там было конкретно, но что-то натолкнуло меня на мысль, что, мол, нужно еще сделать не только маленькие видяшки, которые шаг за шагом говорят, но и сделать парочку таких больших видео, где будут вкратце как бы все основы рассказаны. То есть как бы вкратце очень обрезано, так сказать, много чего там будет недосказанного в этих больших роликах, да, но все равно это будет как бы, чтобы люди понимали весь объем, который там на них навалится, да. И вот судя по тому, что здесь эти 30 комментариев, скорее всего, это видео все-таки напугало большинство начинающих тайперов, потому что там объема много. Ну, кажется, что там, а, что там затапить, раз-два и готово. И, в принципе, я когда начинала записывать эти видяхи, я так и хотела, что я буду потихонечку-потихонечку такой все больше-больше-больше нагрузки как бы давать людям, да. Ну, вот видите, это самое. А вот это я решила, что надо будет еще такой быстрый сделать. Да. И он больше напугал людей, чем это самое, чем сподвиг на тайпинг, наверное. Ой, ладно, тут у нас спасибо. Давайте лайк поставили, пожалуйста. Так, следующее. По древнереволюционному С пропевать С вот с таким С макаром С. Так, еще раз. Это перевод проблематического знака припинания. По древнереволюционному С пропевать С. Ой, честно говоря, что-то не очень понятно, к чему тут это... Я уже не помню, что там было за это самое, за видяха. Ой, 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 я укатилась куда-то далеко. Ай-яй-яй. Так, это что у нас, три года назад? Так, так, этот ключик я вырежу, наверное. Так, секундочку, это я уже прочитала. Спасибо. Вот это, вот это шла. Что это за видео? Давайте вспомним, что это за видео вообще такое было. 19 минут, знаешь, конечно. Знак пропевания в текстах. Проблематика знаков припинания. Ну, я помню это самое про этот по-древнему революционному... По-древнему революционному с пропевать вот с таким с макаром. Да. Пропевать букву С по-древнему революционному. Ну, понятно. Ну, видимо, просто человек решил пошутить. Я просто... Ну, я помню. Начинаю вспоминать, о чем там с Ларисей, это самое. И только сейчас начало доходить то, что человек просто пошутил. Вот. Вот. Так, идем дальше. Спасибо большое, очень полезное видео. Мой коррект теперь будет еще лучше. А что это за запись такая? Оказывается, я немного лоханулась, когда я загружала последние пару... Что это такое? А, это заметка какая-то у меня. Ничего себе, я даже заметки делала. Я даже делала заметки. Что там в заметках? Оказывается, видео поможет... Создание можно было на тебе в ввах. А, ну окей. Ну, просто человек сказал спасибо. Пожалуйста. Так. Дай, дай, лайк. Лайк. Так. ЧБ чистить, как два пальца об асфальт, черно-белая. А вот клинить цветную вебку со сложной, а не примитивной рисовкой, вот это да. Там ластиком не обойдешься. Зачастую надо еще и кое-что дорисовывать. То, что скрыто за текстом. Зачем дорисовывать то, что скрыто за текстом? Я бы не сказала. Есть сложные ЧБ, но в основном согласен. Я вот тоже самое. Смотрите, черно-белая от цветных отличается только наличием цвета. Я, допустим, когда клинила цветные, цветные какие-то вещи, я мало разницы на самом деле заметила. То есть там в основном тоже штампик, заплаточка, еще как бы все то же самое. То есть как бы отрисовывать в цветных, я как-то не помню, что-то что-то там отрисовывала. Но я и не так много этих вебок переводила. То есть вебки я вообще, может сказать, не переводила. Не клинила, точнее. А нет, была одна вебка, которая вообще это отлинила. Для этого у команды это помогало. У нас как бы взаимобмен такой был. Вот это самое. И там я... Там она как-то легкая такая была. Просто, знаете, на мой взгляд, вот вебки, они сами по себе нарисованы как-то проще, да? Ну, по крайней мере, многие из них. Очень небольшое количество вебок, где рисовка реально красивая, да? Где она там сложная, там много узорчиков, все что-то такое. В основном у них такие очень простенькие, много свободного места. То есть вы там просто-напросто заливаете, ну, как вы рисуете, кисточкой, как хотите. Там у вас места много. Деталей мелких не так уж и много. А если... И здесь, причем, ставится обычно на такие места, где у нас не так уж и много деталей за ним прорисовано. Вот. А вот в манге черно-белой, возможно, она более как бы сложная в рисовке, потому что ей просто дольше занимаются, да? То есть я, честно говоря, уже давным-давно не читала мангу. Я уже говорила в прошлом видео, что эти самые, сегодня когда-то это, где-то манги. Просто чуете, VPN-овские. Постоянно включать надо через VPN. Короче, я считаю, что цветные манги, вебки, они будут тоже, так сказать, эволюционировать, да? Если, допустим, когда я читала их, они были такие простенькие в основном все, то сейчас, возможно, там уже гораздо больше таких уже более сложных рисовок тоже можно встретить. Вот. А в манге черно-белой там бывает, встречаются тоже такие сложные замысловатые узоры, которые, ты сидишь, и ты там заплатка не справляется, те самые какой-то, алгоритмы эти, алгоритмы этого фотошопа никак не могут самостоятельно какое-то еще заполнить. И ты сидишь какого-то с этим штампиком там, адресовываешь там по пикселям, можно сказать, каждую эту стучку там, да? Знаете, ну, там узор какой-то. Да, бывают такие сложные моменты. Вот. Так что, что набила чистка два пальца об асфальт, ну, знаешь, какое, что, на крюч, одно другому рознь, да? Если там сложно, если там сложно, если там легкие, если там легкие. Так, поехали дальше. 2021 год. Я решила получиться научиться клинить и порадовать свою команду по адаптации манги. Можно вам в команду? Можно. Будьте добры, написайте в сообщество ВК Line of Light. Вот. Хорошо. Читаем дальше. Я бы оставил именно... Так, это что у нас? Переблема знака пропинания. Еще раз. Я бы оставил именно треточие, как знак недосказанности. Многоточие же, где точек более трех. И я бы воспринимал не как молчание, а как... Блин, батарейка сейчас сядет. Пять процентов осталось. Давайте, я это дочитаю и забью. У меня телефон плохо заряжается. У меня все эти самые, все зарядки, эти USB-шные, они такие отстойные, блин. Сейчас надо купить новую за этот провод заряжающий, который Fast Charger. А то все эти какие-то китайские, которые дешевенькие, сейчас они плохо заряжают. Я оставляю телефон на ночь заряжать, и у меня там наутро посыпаюсь... Нет, вечером ложусь, у меня 10% заряда. Наутро посыпаюсь, у меня 3% заряда. Поэтому всю ночь вообще заткнутый был в розетку. Так, давайте. Вот это дочитаем, наверное, и на этом закончим. Я бы оставила именно 3 точек, как знак недосказанности. Многоточие же, где точек больше 3, я бы воспринимала не как молчание, а как обдумывание или осознание. Осознавание сказанного или увиденного ранее. Этакую обработку информации или обдумывание ответа, потому как я не вижу нужды передавать именно молчание. Всегда есть персонажи, которые ничего не сказали во время. Так что теперь каждому из них 5 точек... Так что теперь каждому из них 5 точек рисовать? Ну уж нет. За счет этого... Просто если в оригинале есть молчание какое-то, да? Ну, если в оригинале есть вот это вот молчание, то можно и в это самое, и в русском поставить. Если там реально ничего нет, то и правда как вот. Зачем ставить лишние, ну, лишние знаки, которых там в оригинале не было, да. Так, где-то скучал новое. Скажем, есть осознавание вслух, типа... А есть осознавание молча, которое и показывается многоточием. Более 3 точек. Ага, представляю, что я имею в виду. То есть мы можем ставить любое количество точек. Как мы можем рисовать любое количество в Э? Но более 3, чтобы показать время размышления персонажа на ситуации или время обдумывания ответа. Если кто дочитал до конца, плюс карму. Да, согласна. Смотрите, тут получается, что здесь следовать, знаете, почему можно следовать? Можно следовать копию, будем копировать с оригинала. То есть когда мангу рисует, да, вот этот вот автор, он ведь тоже как продумывает, да, сколько точек нам поставить над головой персонажа, сколько долго будет у него там загрузка, так сказать, идёт, да. И зачем нам, как природчикам, придумать что-то своё, если можно просто-напросто скопировать с оригинала, да, то есть как бы, чтобы передать именно ту самую мысль, которую автор и задумывал. Вот. И именно поэтому я и начала вот этот вот ряд этих вот проблематиков со знаками проминания, потому что в русском языке у нас как бы не хватает этих знаков проминания, а в японском они и так, и сяк, и эдак, и жонглируют этими знаками. Вот. Я бы хотела подложить, что это самое, что давайте так же, как в оригинале, будем писать знаки проминания и не будем адаптировать это под русские правила форографии. Вот. Давайте на это павелось всё. Это уже дальше будем писать потом, потому что мне сейчас батарейка сядет. Так, на этом всё. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Продолжение следует...